да сейчас снимают или вот видишь вот этот колхоз его распределитель который со всякими правилами его трогаешь пальцем оно это видимо там внутри чего-то раскрутилось всем привет меня зовут сергей сегодня на моем канале уникальный проект этот турбовый mitsubishi outlander xl один из самых первых вопросов для чего эта машина то есть какая задача перед ней стоит для города это понятно но для города реально как бы в 6 3 литрового вполне хватает и не надо из него выжимать еще дополнительные силы чтобы в городе было приятно ездить было желание сделать турбовый outlander насколько я понял я небольшой фанат аутлендеров вообще я не знаю если в мире турбовый outlander вот возможно есть как бы но и так много и вот у людей было желание сделать такой проект ну необычный да то есть вот хотим мы турбовый outlander с одной стороны любая машина сделанная спроектированная на заводе она спроектирована под определенные условия да и то есть как бы и расположение узлов и агрегатов внутри своеобразное у каждой машины свое и конечно мало кто задумывается о том что когда-то в дальнейшем кто-то возьмет и впихнет не турбину там поставить интеркуллер проведет кита пайпы но это кроссовер в принципе довольно таки большой поэтому в отличие например тот же эклипса в котором место очень мало место здесь много то есть вот реально как бы расположить что угодно можно было легко было одно большое ограничение что все узлы турбины они очень горячие первое что здесь и вы самое важное и самое трудное было это расположить саму турбину единственное место возможно для этой турбины это вот над коробкой сбоку от мотора сводится он в один фланец турбины фланец твинскрольный турбина твинскрольная и соответственно каждая голова каждые три цилиндра дует в свою часть и в общем то если бы это был бы нормальный боевой проект то решение было бы очень интересное то есть пулится и дуется она очень хорошо то есть для тех задач которые стоят перед этой машиной можно было выбрать намного более меньшую по размерам турбину и расположить ее в более штатном месте внизу сбоку мотор как это делает обычно на турбовых машинах любая нештатная расположенная турбина большого размера она всегда подразумевает собой вот такой вынос от мотора куда-то вдаль соответственно в данном случае единственное место под капотом куда можно расположить такую деталь это это место единственный вариант размещения этой турбины это ее положение то есть она однозначно может стоять только здесь но она может стоять впуском сюда впуском сюда туда 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 то есть мы ее можем вращать в этом месте но место здесь одно вот 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 только вот этот квадратик это единственное пустое место у машины в которой можно ее поставить не модифицировать кузов машины убрать радиаторы и расположить турбину там это было бы тоже правильно и очень хорошо но наша задача была минимально трогать кузов то есть не трогать его вообще то есть аккумулятор и впилотной фильтр здесь удален перенесет аккумулятор перенесет багажник фильтр сделан нулевой он забирает из крыла воздух чем мне и понравился этот проект когда мне его дали на доделывание это именно вот этими техническими решениями которые надо применить чтобы это все расположить все углы очень сильно нагреваются да то есть турбина имеет огромную температуру горячая часть она вот до сих пор горячая хотя машина уже стоит охлаждается а это стоит в непосредственной близости от электрики от топливной системы от коробки трансмиссии от системы охлаждения от впускной системы то есть все очень компактно я честно говоря не фанат аутвендоров и не знаю если турбовый проект наверняка есть в мире то есть фанаты которые ставили турбины наверняка это не первый проект но это наверное один из немногих проектов где реализовано турбирование этого мотора думаю с таким размером турбин наверное именно так вот сделали бы все во-первых турбина твинскрольная и обе части выпускного коллектора который подходит к фланцу турбины они должны быть равнодлинны то есть длина коллектора правого и длина коллектора левого при своде к турбине она должна быть одинаковая потому что твинскрольная турбина каждая часть как каждый коллектор каждая части этого коллектора дует в свою часть турбины турбина разделена на впуски перегородкой правый и левый то есть каждая часть на на эволюции как она стояла на 2 цилиндра дули в одну сторону 2 2 см другое здесь Excepto здесь 3 цилиндра будет дуть в одну сторону 3 3 на будут это позволяет раскручивать более быстро турбина каждый поток дует на свою часть и крыльчатка как бы мы ее не расположили надо было бы ее защитить со всех сторон термоизоляции от других компонентов и ее геометрическое расположение никак не повлияло бы на эти компании на эти термоэкран то есть они в любом случае пришлось бы их везде ставить интеркулер был уже установлен на эту машину и он был модифицирован то есть переварен с выходами вот наверх здесь конечно сейчас труд увидеть но все-таки вот видно да что он выходит наверх из-за этого оба пайпа пустных проходит сверху у нее есть пути более оптимальный то есть можно было всю эту систему построить в бампере и пройти боком вот холодную часть машины не затрагивать горячую часть по длине и по всему но для этого переделать ави интеркулер был куплен ну в общем стал финанс не хотел больше вложений первая моя рекомендация которая была дана хозяин как только этот проект был построен да в общем то и когда он начинал строится первое это вот под боком огнетушитель потому что как бы все мы не изолировали но никакой гарантии никто никогда в жизни не даст это совершенно нештатное расположение всех узлов то есть ни один нормальный завод вот так все не строит охлаждение нужен каждому мотору то есть тут нет какой-то привязки к turbo не turbo охлаждение масло всегда хорошо то есть любое охлаждение любого компонента двигателя внутреннего сгорания это всегда отлично то есть если мы снимем крылья капот и все остальное это будет только хорошо для машины просто не эстетично также так и установка вот масляного радиатора она очень хороша но вот как и во всех других компонентах важна реализация этого момента то есть штатная система охлаждения масла она устроена таким образом что имеет так называемый как он называется я забыл сейчас скажу вот который регулирует а термостат то есть и любая штатная система охлаждения масла воды или любой другой жидкости она в заводских системах имеет термостат то есть то то устройство которое позволяет системе регулировать эту температуру то есть когда надо она будет его пускать и охлаждать через радиатор когда не надо когда температура и так маленькая она будет закрывать термостат и пускать эту систему по маленькому кругу по системе где нет радиатора так устроены все системы охлаждения так устроены все системы масляного охлаждения штатные так устроены тюнингованные правильные системы охлаждения но не так устроена эта система эта система опять-таки как и остальные компоненты выбрана по своим параметрам и в ней нету термостат то есть здесь система всегда пускает все масло через радиатор. Если у вас на улице минус 30 градусов, соответственно масло будет в минус 30 градусов все равно гулять через свой радиатор. То есть, конечно, это неправильно. Но, опять-таки, выбором компонентов я здесь не занимаюсь. Мое дело реализовать. Мое дело дать рекомендации. Я очень рад, что я могу, например, эти вещи рассказать другим людям посредством вот этих роликов. На самом деле, единственный критерий успешности проекта это лицо его владельца. Вот если владелец доволен этим результатом, то есть, как бы, вот он подошел к машине и его она устраивает. Он проехался на ней и он кайфанул от этого. Все. Значит, ты свою часть работы в этом проекте сделал правильно и только лишь поэтому можно сделать какие-то выводы об этом проекте. Так просто, как-то решить, почему здесь железка загнута сюда, здесь железка загнута туда, здесь угол такой, здесь угол другой, а я бы сделал по-другому. Ну, сделай. Никто не мешает никому сделать. То есть, для меня существует давно одно простое правило. Хочешь прокритиковать? Предложи как. Никогда не знаешь условия, в которых построен был этот проект. Никогда нельзя понять, какие рамки поставили его создателей, в каких рамках стоял его владелец. То есть, никогда нельзя знать подноготную. И, соответственно, никогда нельзя сделать вывод, что сделано правильно, что сделано неправильно. Так и в этом проекте. Проект спорный, проект интересный, проект с развитием. Мне этот проект нравится тем, что у него есть будущее. То, если человек захочет его развивать, у него есть с чего. То есть, в целом, сама структура, сам подход сохранится. Он лишь продолжит ее развивать, какие-то узлы поменяет, что-то модифицирует. Но, в целом, у него все есть. Вот, в моем понимании, процентов на, наверное, 90-85 переделывать здесь ничего не придется. То есть, вот, как оно сейчас есть, оно также и сохранится. Если что-то добавится, там, радиатор побольше, там, какие-то пайпы немножечко по другому диаметру, чтобы это уместилось в этой геометрии, и малыми переделками можно было прийти к конфигурации, которая выжмет из этой машины намного большие силы, чем ей полагают сейчас. Сейчас для этой машины самое главное прожить, прожить самой, прожить ее владельцу, жить с ней, да, то есть, как бы, ощутить, понять ее, и понять, что он от нее хочет. На самом деле, я отснял очень много часов видео по этому проекту, очень много. Как обычно, я делаю упор на каких-то рабочих моментах, я не люблю снимать результат, то есть, мне не очень важно, ну, важно, конечно, но не очень важно, показать, что это получилось. Мне интереснее самому смотреть и показывать, как это было, как это готовилось. То есть, если вам показали вот кучу железок и собранных под капотом, вот эта машина, она валит охрененно, всем все нравится. Но я люблю показывать, как эти железки превращались в то, что они представляют под капотом, как их варили, где их отрезали, и вот вся эта масса видео мной отснята, я попытаюсь сделать из этого какой-то мини-сериал, потому что либо получится очень длинный-длинный фильм, который не посмотрит никогда никто, либо все-таки маленькая нарезка, тематическая, то есть, сначала я попытаюсь рассказать о постройке выпускных коллекторов, потом расскажу о впуске, о размещении турбины, расскажу о интеркулере каких-то дополнительных компонентах, типа как раз переноса масла, blow-off, там, нулевого фильтра в крылье, то есть, такие нюансы мелкие. расскажу про термозащиту и вот эти все серии попытаюсь максимально оформить в стиле рассказа, то есть, попытаться все-таки рассказать о каждом шаге этой работы более подробно. Для этого мне очень важно будет после выхода вот этой серии первого обзора этой машины в общем будет интересно мнение моих зрителей, что вы хотите узнать об этом проекте, какие подробности раскрыть в этом проекте. Именно о том, как строилась, именно о шагах работы, именно о шагах моей работы. Не надо меня спрашивать, как она едет. Я не знаю, как она едет. Мы потом спросим у владельца, как она едет. Я могу рассказать, как я варил этот пайп. И вот, если интересно, то есть, как бы спрашивай, я выключаю камеру на тех моментах, когда приходится нервничать, а так бы все видели, что это на самом деле стоит очень многих нервов. Постройка такого проекта. Ну и, конечно, как обычно, хочу сказать всем ставить лайки, подписываться на мой канал, потому что мы... Да, я понял. Вот сейчас к нам приедет еще один Outlander. Компрессорный. Ну, в общем-то, так. Да, всем пока. Все. Все. Вы прям минута в минуту. Мы закончили. Мы вот только точку поставили. Ну, вот как вот прям знали. Ну, еще раз пшик немножко. «Дوерь, ха-ха!» Ха-ха!